История России в фотографиях представляет Пиар-компания Целина В 1954 году страна узнала о начале новой кампании. Сельское хозяйство находилось в кризисе, и необходимо было существенно увеличить производство зерновых. Выбирали между двумя вариантами. Первый – получить зерно с уже освоенных земель, второй – начать освоение целинных и залежных земель. На очередном пленуме ЦК КПСС был выбран второй вариант. Никита Хрущев выступил по телевидению с призывом к молодежи. Водушевляющие статьи и выступления в СМИ получили массовую поддержку населения. Молодые люди понесли свои заявления с просьбой отправить их на Целину. Они получали комсомольские путевки, и на летние каникулы уезжали поднимать сельское хозяйство в Казахстан, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в Крым. Провожали торжественно, с музыкой и митингами. Дорога занимала около недели – сначала на поезде, потом на автомобиле. Везли в товарных вагонах, без матрасов и белья, спали на нарах. Новоприбывших размещали в домах культуры, в школах. Кто-то начинал новую жизнь в палатках и бараках. Работали и в ночные смены – с 8 вечера до 6 утра. В некоторых районах были трудности с пресной водой. Ее использовали только для пищевых нужд. Баня была раз в две недели. Молодых людей на Целине ждали непростые бытовые условия и тяжелый физический труд. Но и отдыхать на Целине умели. Устраивали танцы в клубах, концерты для местных, смотрели кино, играли в волейбол и футбол. В поля приходила почтовая машина с газетами и журналами. Уезжали домой в сентябре, уже на удобных пассажирских поездах. Студенты получали деньги с вычетом расходов на питание. На заработанное за лето можно было купить хороший костюм, ботинки или велосипед. На комсомольских собраниях вручались грамоты, особо отличившимся значки ЦК ВЛКСМ за освоение целинных земель. Результаты целинной эпопеи оказались крайне противоречивыми из-за отсутствия предварительной подготовки не хватало техники, зернохранилищ и дорог. Из-за экологических проблем большая часть урожая была потеряна. Ставка на Целину, как на источник стабильного повышения урожаев зерновых, не сыграла. Вместе с тем в первые годы были собраны сверхвысокие урожаи, освоены новые земли и развитые инфраструктуры заселяемых районов. А для полумиллиона комсомольцев Целина стала настоящим личным подвигом и ярким воспоминанием молодости. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ